Северная ходьба – относительно новый вид спорта. Её включили во Всероссийский реестр как дисциплину, которая относится к спортивному туризму. Этот вид спорта в нашем городе представляет Светлана Кузьменко. Инструктор-методист с Шоратом участвует в различных соревнованиях. По итогам спортивного сезона 2023 Светлана Кузьменко стала абсолютным обладателем Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Женщина стала победительницей городского конкурса «Лучший спортсмен» в номинации «Спортсмен года в неолимпийских видах спорта». Хочется выразить благодарность за то, что руководство нашего города обращает внимание на молодые развивающиеся виды спорта. И очень приятно сегодня получить такую награду, что мои заслуги оценили на таком высоком уровне. И я надеюсь, что дальше в мой вид спорта придет все большее количество спортсменов, и мы будем покорять новые спортивные высоты. Торжественная церемония награждения спортсменов и тренеров победителей городского конкурса «Лучший спортсмен» прошла в молодежном центре. Лучших из лучших выбрали в 17 номинациях. На сцене наградили команды года, спортивные организации, клубы и федерации, волонтеров и инструкторов. В номинации «Молодое дарование» лидировал пловец спортивной школы ИКАР Павел Бородин. «Было довольно много соревнований, как уровни городские, областные, так же и несколько всероссийских соревнований. На областных и городских я занимал места, первые, вторые, в общем, разнообразие было. На соревнованиях «Юность России», которые проходили в декабре, я вошел в тридцатку лучших. В принципе, надо иметь характер, хотеть этого, и тогда все у тебя получится». В ушедшем 2023 году саровские спортсмены достойно представляли город на областных, всероссийских и международных соревнованиях и завоевали большое количество медалей. В том числе и благодаря высоким спортивным достижениям саров вошел в тройку городов-лидеров региона. «Значимая часть этого события заключается в вас, потому что те результаты, которые вам удалось достичь, те результаты, на которые вы сподвигли своих учеников, говорят о том, что не то, что мы на текущий момент самые лучшие. У нас такой задел, что надо равняться, я думаю, уже на мировые столицы спорта». Завершился год педагога и наставника, поэтому на торжественной церемонии чествовали тренеров, которые воспитали целый ряд юных чемпионов. Почетное звание «Тренер года» завоевал тренер по плаванию АФК, спортивной школы «Икар» Эдуард Вешкин. «Мы участвовали в областных соревнованиях, это первенство в области, чемпионат в области, чемпионат Тривовского федерального округа и всероссийские соревнования по плаванию среди инвалидов. Выступили достаточно успешно все ребятки в призах. Секрет успеха прост – работать, работать и еще раз работать». На сцене наградили Тамару Давыдову и Ирину Тимонину, которые получили знак «Мастер спорта Российской Федерации». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.